Здравствуйте! В Академии наук России состоялось первое заседание, которое открыл новый президент РАН, академик Владимир Фортов. Судя по всему, приоритетом своей деятельности Академия выбирает исследование ближнего и дальнего космоса. Сегодня на МКС проходит необычный эксперимент – плазменный кристалл. Автор этого проекта – академик Фортов. Отдельная программа – это использование возможности пилотируемого космоса для Академии наук. И сегодня мы с Владимиром Евгеньевичем как раз обговорили, как придать новый толчок научным исследованиям на Международной космической станции. И отдельное направление – это, будем говорить так, вузовская наука. Мы создадим с вузами единую программу создания студенческих и научных космических аппаратов для вузовской науки. Недавно космонавту-черноморцу Антону Шкаплерову присвоено звание почетного гражданина Севастополя. Город-порт тесно связан не только с морем, но и с космосом. Много лет здесь проходят морские тренировки космонавтов. А в эти дни городу-герою исполнилось 230 лет. Я действительно читаю, что Севастополь – это то место, где пересекаются три стихии – небо, море и космос. Море, потому что город находится на берегу Черного моря. Там находится база Черноморского флота российская. Авиация, ну небо, потому что российская авиация взяла начало свое именно из-под Севастополя. Возле реки Кача было образовано первое училище Качинское. И космос, потому что я сам родился и вырос в Севастополе и уже сделал свой первый космический полет. Поэтому считаю, что город по праву может считать себя космическим. Ровно полвека назад из плена земной гравитации вырвалась лучшая половина человечества. Валентина Терешкова на корабле «Восток» почти 50 раз обогнула планету. Рекорд нашей «Чайки» до сих пор не превзойден. Она единственная женщина, которая совершила одиночный космический полет. Валентина Владимировна Терешкова – советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт, генерал-майор, герой Советского Союза. Даже спустя полвека она все так же с удивлением, а порой и с восторгом реагирует на все. Хотя за спиной столько ярких событий, что хватило бы не на одну жизнь. Я, конечно, благодарна, что вы пришли на встречу. Такого обилия микрофонов я не ожидала. Десятки лет это было секретом. Сегодня сама Валентина Владимировна открыла тайну. Ее полет мог обернуться катастрофой. Главное – подъем. Счастливого душа счастливого. Когда 16 июня 1963-го корабль «Восток-6» вышел на орбиту, она произнесла «И небо с ними шляпу». Но не догадывалась, что космическая капсула уносит ее прочь от Земли. Ошибка была в том, что на спуске программа была запланирована не сталкивать космический корабль с орбитой. Не на приземлении, а на подъем орбиты. Заподозрив неладное, Терешкова сообщила в ЦУП об ошибке. И программу успели пересчитать. Космический полет готовит огромное число людей. И ты всегда должен помнить, и их труд вложен в твой полет. И ты не имеешь права их подвезти. В ее родном Ярославле, откуда она тайно бежала в отряд космонавтов, многое спустя полвека осталось прежним. Вот та машина, на которой работала Валентина Владимировна. Дальше сохранился номер. И вроде все тот же станок, за которым работала Терешкова до полета, и все та же заводская площадь, где ее встречали ярославцы после полета. Но мир с ее возвращением на Землю изменился раз и навсегда. Первая женщина в космосе. Наша, русская женщина. Валентину Терешкову трепетно оберегали и не ставили на второй полет. Хотя ей очень хотелось, как и Гагарину. Терешковой было суждено другое. С гордостью нести почетное звание первой мисс космоса. Я полька по национальности. Я сразу узнала, что поляки сочинили песню, посвященную первой в мире мисс космоса. А потом песня такая заводная была «Валентина, Валентина, Ишь гвязь краина, и он добре знал». «Валентина, Валентина, Папьерса в свече под небном мисс, Ей именем был чем за сына, На ночи Валентина ты». Десятки кинокамер, фото, пресса вся жаждала увидеть, Кто же это такой есть или такая есть. Был необыкновенный, конечно, подъем. Женщины воспряли, что мы доказали, Что мы тоже можем это делать. Когда Валентина Терешкова бывает на космодроме И провожает очередной экипаж, Она вновь переживает те чувства, Которые испытала полвека назад. Когда провожаешь экипаж, Вот каждый раз ты находишься там, В корабле, вместе с экипажем. Когда пошла эта красавица, Удивительное зрелище, Ты с ними улетаешь. Ты с ними улетаешь. И непременно она знакомится И долго-долго общается с каждой новой женщиной, Которая собирается повторить Звездный путь незабвенной чайки. Я желаю тебе хорошего полета. И обязательно возвращения на Землю. Хорошо? Валентина, она особенная. Она была первая женщина в космосе. Женщин-космонавтов и женщин-астронавтов не так много. И это делает нас с маленькой семьей. Очень важно быть вместе, Общаться, обсуждать идеи. И мне очень нужен был ее совет. По-хорошему завидую. Она бы хотела, чтобы было еще одно место в Союзе для вас. Да? Ну, маленькая. У Терешкова есть мечта, которую она не скрывает. Слетать на Марс, Любимую планету своего учителя, Конструктора Королева. Наверное, первые, скорее всего, Будут полеты в одну сторону. Я так думаю. Я готова. Известный астронавт из Канады Кристофер Хатфилд решил покинуть ряды покорителей космоса. Он уходит на пике популярности. Хатфилд – первый гражданин своей страны, Который вышел в открытый космос. Первый канадец – командир Международной космической станции. А его песня, исполненная на МКС, Покорила миллионы землян. Возможно, за этой песней и кроется главная причина неожиданного решения астронавта. И мы еще услышим пение Кристофера на его гастролях. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин